Члены Народного экологического совета начали проводить рейды в городском округе. Первым стал объект мусороперерабатывающего предприятия в Машкове. Из-за многочисленных жалоб местных жителей, работу организации проверили сотрудники администрации, полиции и органы прокуратуры. С октября 2017 года от жителей деревни Машкова стали поступать жалобы на деятельность мусороперерабатывающего предприятия. По словам взволнованных людей, после закрытия полигона в Балашихе здесь значительно увеличился объем работы. Нашу съемочную группу на саму свалку не пустили, но местные жители утверждают, за час сюда заезжают до 50 грузовых автомобилей с бытовым мусором. Я фотографировала талоны на разгрузку мусора и спрашивала, откуда машины. Поэтому у меня информация, что машины идут с Некрасовки, машины идут с Жулебина, с Железнодорожного, с Балашихи. Есть запах, запах от свалки. На дачных участках совершенно невозможно дышать. Эту ситуацию держит под контролем Владимир Ужицкий. По его поручению деятельность организации проверила рабочая комиссия, в которую вошли сотрудники администрации, полиции и прокуратуры. Кроме того, в рейде приняли участие жители и члены Народного экологического совета, созданного недавно в городском округе. Мы увидели производственную деятельность, законность которой необходимо еще уточнить нам. Потому что на месте комментариев полных мы не получили. Наша задача выяснить правомерность вот этих всех мероприятий и вообще деятельность этого предприятия с точки зрения экологии. И, соответственно, принять меры. Эта проверка на данном предприятии не первая. И, судя по тому, что в Министерстве экологии и природопользования Московской области уже готовят запрос, далеко не последняя. Проверка самая большая была за последнее время. Были все представители. Спасибо всем, что нас услышали. И мы очень надеемся, что нам помогут жить в этом абсолютно небезопасном экологическом районе на сегодняшний день. Луиза Игазырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.